Пакеты, пластиковые стеклянные бутылки, жестяные банки и другой мусор оставляют после себя на берегу реки Лобани радивые отдыхающие. За последние недели прибрежная территория стала превращаться в стихийную свалку. Причем это отмечают и сами отдыхающие. Они делают плохо, это отрицательно сказывается на природе, на окружающей среде. Вообще нужно убирать, я считаю, за собой бутылки, весь мусор, который тут валяется. Чтобы предотвратить образование свалок, сотрудники городской администрации организовали субботник. В нем принимали участие общественность третьего микрорайона и молодежь центра досуга «Портал». Сейчас самое популярное место отдыха у наших горожан – это дамба реки Лоба. После того, как они приходят сюда, они оставляют за собой мусор. После напитков, после еды какой-то перекусов. И этот мусор загрязняет место отдыха. Сегодня администрация Лобинского городского поселения совместно с досугом молодежи «Портал» и активом третьего микрорайона вынуждена была провести экологический марафон. Экологический десант высадился на берегу Лобы в районе городских котлованов. Вооружившись большими мешками и перчатками, активисты сразу приступили к работе. Молодые люди не ожидали, что территория так сильно замусорена. Со 20-литровые пакеты заполнялись буквально через каждые 10 метров прибрежной зоны. Мусора было очень много. Когда пришли сюда, они ожидали увидеть настолько загрязненное место. Это место очень популярно среди молодежи, среди взрослых людей для отдыха. И было, конечно, очень обидно, что люди, приходящие сюда, не убирают за собой, бросают бутылки, пачки сигарет. Мне кажется, люди должны уже понимать, что нельзя засырять место там, где ты отдыхаешь, где проводишь большую часть времени. Всегда надеешься на лучшее, что у нас сознательная молодежь, сознательные жители города, которые должны сами понимать, что это наше место, где мы отдыхаем, наша прекрасная река Лоба, которая каждое лето принимает нас на своем берегу. И каждый год одно и то же. Каждый год мусор, бутылки, костры незатушенные. Конечно, очень обидно видеть все это на берегу реки Лоба. Буквально сейчас активисты собрали около 50 мешков мусора. Такие экологические акции на прибрежной зоне проводятся несколько раз в год. Организаторы мероприятия надеются достучаться до совести отдыхающих, которые нарушают санитарные правила. Страдает не только экология. За мусоренный берег Лобы говорит об уровне эстетического воспитания тех, кто любит здесь проводить свободное время, оставляя после себя мусор. Общественники возмущены таким отношением к окружающей среде. Не только в летний период, но и весной, март-апрель, перед праздниками весенними 9 мая, в течение лета, осенью, мы постоянно на двух котлованах, и вот здесь у берега реки мы убираем. И просто становится обидно, что мы празднуем 70-летие победы, радуемся. Участники войны нам оставили такую благодатную почву, природу, реку. И есть находятся люди, которые ничего это не ценят. Люди отвоевали для нас вот это, чтобы мы этим всем пользовались. И находится, конечно, их много, которые ничего этого не ценят. Не задумываются о том, что они творят. Неужели трудно, я прямо хочу обратиться к жителям, но приходите вы на берег реки, на берег реки приходите отдыхать. Напрягают главу города. Все инстанции звонят и говорят, что нет зоны отдыха. И даже то, что есть, они не хотят беречь и не хотят за собой убирать. Вот, слов нет. Участники экологической акции своим примером показали, что места отдыха надо беречь и поддерживать санитарный порядок. Тогда пребывание возле реки и других лесопарковых зонах станут приятнее вдвойне. Очень обидно, конечно, что мусорят не только молодежь, но и взрослые люди. Хотелось бы попросить и взрослых, и молодых не сорить. Жалко, что поколение 21 века убирает и за людьми намного старше. Хочется, чтобы жители увидели, как может быть, что может быть чисто, приятно. Опять же, выйти в лесополосу, где нет бутылок, где нет стекла, с детьми выйти. Конечно, мы надеемся, что после нашей акции что-то изменится, станет чище. Наталья Твининко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба».